приветствую вас уважаемый с вами канал автокаша рубрика подъемник сегодня у нас на рубрике подъемники land cruiser легенда land cruiser 100 и все технические моменты с нашим техническим экспертом виталий викторичин вам слово всем привет сейчас у нас управляем мечтой мы рассмотрим эту машину сразу же сзади всю подвеску которая не ломается надежно да самая большая проблема которая может случиться в этом подвеске сзади это вот этот тросик который может тут здесь вот перетереться где-то заклинить в этих местах потому что здесь может попадать вода данная грязь и больше здесь проблем таких нет есть еще проблема вот отрывается крепление вот здесь крепление на на мосту и крепление тросика вот кузову если у нас не отрывается начинают стучать и очень неприятно получается но это сразу можно заметить при подъеме или на на яму заехать стучат также колодки ручника но это только при езде при открытой форточке можно услышать если изнашиваются диски тормозные диски и колодки сильно изношены то они могут выскочить и заклинить из суппортов проблем по редукторам практически нет это надо умудриться чтобы редуктор сломать а стойки стабилизатора стойки стабилизатора ходят примерно до 70000 вот пойдемте посмотрим стойки стабилизатора нас вот они вот они вот в этом случае у нас они измошены вот здесь вот резинка она уже выработалась верхние резинки они меняются очень просто нету там никаких проблем также как и эти теперь рассмотрим подвеску переднюю подвеска передняя у нас торсионная здесь нет ни пружин ни рессор у нас торсион вот это вот торсион который крепится вот в этом месте вот так же здесь есть регулировка можно клиренс либо увеличить либо уменьшить вот он крепится к рычагу рычаг у нас очень массивный серьезный чтобы сломать этот рычаг надо очень сильно потрудиться шаровые мощные мощные шаровые у нас находятся здесь сделанные они вниз это очень хорошо для того чтобы они больше ходили больше выхаживали шаровые меняются отдельно мой они выпрессовываются здесь есть сверху стопорное кольцо но снимается и шаровые выпрессовывать сайлентблоки ходят долго если эксплуатировать машину очень сильно в грязи по бездорожью то пыльники пыльники вот на гранатах могут прийти в негодность но это только если прям усили усердствовать больше в этой подвеске такого ничего нет ничего не ломается а такой еще момент если не проследить за за колодками тормозными я насколько знаю они могут вылететь до задние не стоят направляющих а передние стоят на двух направляющих как на классике две направляющих и они садятся на них есть и такие же похожие автомобили один в один называется lexus 470 вот они еще знают также как и принципе крузаки соточки бывают на гидроподвеске да есть вот какие-то моменты с гидроподвеской гидроподвеска точно такая же как и здесь вот на них масло меняется каждые 100000 только не действенная датчики клиренса они ломаются и провода обрываются то есть отсыхают там контакты не отсыхают контакты а просто это по и при езде по бездорожью не так защищены и получаешь что у них попадает и там грязь и мусор и получается что они отрываются чисто механически можно можно поставить до простую подвеску и эксплуатировать автомобиль передний мост при буксировке авто при буксировке какой тяжелой техники задом может вылететь из строя но тоже он при очень сильным там нагрузки очень много буксовать там что-то неимоверное дело с ним может вылететь из строя мы больше таких нареканий ну нет поэтому автомобили лад грузер 100 проблем мечтой с вами был канал автокаша рубрика подъемник всего доброго до встречи